В моем гороскопе такое стоит постоянно. У меня тоже по расписанию нужно что-то постоянно в доме делать, что-то менять, где-то даже капитально. Да, это не гороскоп вино, а я просто. Ремонт никогда в жизни не заканчиваю. Вот если вы задумываете облагородить свой дом и живете, например, в частном доме, то наш следующий разговор для вас. Да, Витя? Все, все для наших телезрителей. Да. У нас в студии гость уже появился, сейчас с ним все обсудим. Сергей Путренко, эксперт по окнам производственной компании. Доброе утро. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, окна в частные дома, есть разница для окон? Какая-то особенность, может быть? Да, в квартиры, например. Или то же самое? Нет, конечно, не то же самое. Все мы знаем, что реализовать какой-то проект индивидуальный в типовом доме, в типовой постройке, это достаточно сложно. Сложно. Мы ограничены вот этими стандартными формами. А опять же, с другой стороны, в индивидуальном строительстве, там, конечно, полет фантазии практически безграничен. И это нам позволяет установить светопрозрачные конструкции любых форм, то есть каких-то нестандартных. Это арочные окна, трапециевидные окна, окна какие-то ромбообразные, в общем, все-все, что угодно. Помимо этого, мы, конечно, можем применять и панорамное остекление, вот, витражное остекление, всевозможные тамбура остеклять и так далее. Ну, правильно я понимаю, что какой-то специальный материал, наверное, используются, потому что все равно частный дом, надо как-то, может быть, теплее, чтобы они теплопоток меньше был. Конечно, для этих окон, как правило, применяются профильные системы с повышенной энергосберегающей, свойствами энергосберегающими. Вот, это системы до 24 сантиметров шириной, позволяющие ставить так называемые слайд-системы, системы портального типа. То есть это те системы, которые позволяют створки не открывать в обычном нашем понимании, а сдвигать их в стороны. Тем самым обеспечивая максимальный проем, без каких-либо перегородок. Но, кстати, вот если этот дом частный, мне сразу представляется, деревянный он, например, он же усадку там дает. Особенности новые. А если люди его только построили, говорят, ставьте, ставьте нам окна. Да-да-да, вы хорошо в этом осведомлены, скажу я вам. Да, я знаю просто. Да, но некоторые, да, некоторые люди почему-то, может, с целью сэкономить, вот, либо просто не знают о необходимости установки обсадной коробки в таких домах. Действительно, они дают большую усадку, и обсадная коробка поможет сберечь окно от механических воздействий в процессе усадки дома. И для этого, устанавливая обсадную коробку, не надо ждать там год, два, три, пять, пока усядет дом. А можно сразу остеклить контур. Нужно ли ее потом будет убирать? Нет. То есть она так и остается? Это там на весь срок службы. То есть она как-то так балансирует, да, или что куда двигается, а она все... Да-да, она все эти на себя нагрузку берет. Слушайте, ну мы говорим про какие-то большие, объемные, различные окна. А вот что делает частный сектор, все-таки у кого-то это дача, бывает, на длительное время оставляет их, вот что-то противовзломное присутствует? Да, конечно, сейчас есть фурнитура специальная противовзломная, допустим, в нашей компании она в базовой комплектации уже идет, а вот ее можно наращивать. Делается для того, чтобы действительно нежданные гости не посетили наше жилище, наше отсутствие. В любом случае это можно все сломать, если провести аналогию с автомобилями, мы на прошлой передаче проводили, да, то есть если у нас сигнализация за 10 тысяч рублей, ее сломают за 10 минут. Если за 20, за 20 минут. Необходимо это для того время, чтобы тот, кто осуществляет злом, побольше нашумел, кто-то его заметил и принял необходимые действия. То есть сигнализация какая-то. Да, то есть по сути противовзломная фурнитура работает так же. Ну да, знаете, а вот я-то такой женский вопрос задам. А если мне хочется какие-то, знаете, красивые окна, ну вот под дерево, ну чтобы не то-то белое все, как у всех, а, ну может быть, мне кажется, голубые там, что-то, ты не знал. Все что угодно. Используется специальная технология, ламинация окна, профиля. Вот, это специальная пленка под, в специальных условиях наносится на профиль. Можно затекстурировать окно под дерево, покрыть. А сейчас, вот, допустим, прошлогодний бренд, как бы это был антрацитово-серый цвет, он до сих пор пользуется очень большой популярностью. А сейчас появились еще новые цвета. Это цвета, не подчеркивающие текстуру дерева, а они такие бархатисто-матовые. Черный цвет, бежевый цвет. Очень... И антрацитовые тоже люди ставят, да? Да. С большим удовольствием. Ну все для тебя, все для тебя. Слушайте, да, надо поменять окно, я подумала. Большое спасибо, что так рано поднялись, нашли для нас время, пришли к нам. Сергей Путренко, эксперт по окнам производственной компании «Махаон», был у нас в студии. Еще раз большое спасибо. Спасибо. Ребят, подведем итог, о чем мы с вами тут говорили. В общем, приобретайте качественные окна от надежной компании «Махаон». И, кстати, внимание, «Махаон» продлила акцию на окна и балконы со скидкой 50... Сколько? 5 процентов, правильно. Рассказываю, куда звонить. И заказывайте бесплатный замер, сейчас это тоже все возможно, на сайте «Махаон» 24124.ру. В общем, теперь вы все знаете. Сергей, ну просто так мы вас не отпустим, у нас сегодня тема пирожки. Вот у вас какие любимые? Ну, я, конечно, люблю не сладкие пирожки. С луком с яйцом. Совершенно верно. И все-таки отдаю предпочтение жареным пирогам. Да, вот, вот, вот. Потому что вкусно, потому что это вкусно. Ну все. Спасибо большое, вы наш человек. Кстати, в городе очень много наших людей нашлось. Наш корреспондент, когда вышел на улицу, начал опрашивать, какие пирожки люди любят. Так, Татьяна Рябова вышла, спросила, и ей с охоткой ответили. Даже улыбка у людей сразу появилась, как подумали о пирожках. Давайте посмотрим. Продолжение следует...